Так, значит, господа, я напомню про что было, значит, и что предстоит. Было про последовательности и ряды. И на этом вот эту часть, связанную с последовательностями, мы заканчиваем. Значит, эта часть заканчивается небольшим фрагментом, который назван, ну так, у меня очень условно, азы топологии прямой. Но это громко сказано. Ну вот азы можно оставить, а насчет топологии это, конечно, сильно громко сказано. Но тем не менее, некоторые самые базовые вещи сейчас будут упомянуты. А этот фрагмент состоит у нас из двух частей. В конспекте они идут одна за другой, ну просто из-за эстетических соображений. Вот после того, как мы сейчас очень коротко нечто обсудим, в конспекте идет еще параграф метрические пространства. Ну это такое коротенькое введение. Значит, этот параграф у нас будет, но он будет предварять краткое обсуждение функций многих переменных. И будет позже. Так что в конспекте он помещен здесь, ну просто из-за того, что это тематически так естественно, и эстетически это лучше выглядит, чтобы не разрывать эту тему. Значит, сейчас мы этот параграф, уже имеющийся в высланном конспекте, мы сейчас обсуждать не будем. Кроме того, еще несколько общих замечаний. Значит, во-первых, я напоминаю, что за вами листки, по просьбам трудящихся сдача листков, отодвинуты еще на неделю. Ну там не совсем на неделю, а даже чуть больше с округлением. Там, в общем, вот следующая неделя октября она тоже входит. Но, конечно, вот на этой неделе и на следующей надо листки сдать. И надо всем убедиться, что они знают, кому сдавать. Ну, те, кто ходят на семинары, они догадываются, что сдавать можно семинаристам. Это верная догадка. Значит, при каждом семинаристе есть еще человек или даже два, которым можно сдавать. Значит, о них можно узнать у семинаристов. Значит, сдавать можно очно, там по скайпу, по зуму, значит, как договоритесь. Но сдать вот этот первый банальный листок надо. Теперь была обещана контрольная в октябре, и она будет. Значит, тут без обмана. Контрольная будет. Значит, будет она. Вот у вас есть такая неделя, которая в просторечии называется каникулами, осенними каникулами. Но официально она называется, там какое-то ужасное название у нее, там какая-то зачетная что ли неделя или что-то в этом роде. Это с 18 октября. Значит, вот в эту неделю с 18 октября у вас будет контрольная. Ну, а дни и времени это отдельно станет известно. И, значит, напоминаю, что контрольная будет про то, что уже сейчас обсудили, что на семинарах уже, в общем, заканчивают, закончили или заканчивают, про последовательности. Значит, про последовательности. Значит, еще будет другая контрольная, где будет что-то про ряды. Ну, какая-то мекина про ряды, вот то, что мы обсуждали всякие банальности. Вот она будет не в первой контрольной с последовательностями, а во второй. Но это для того, чтобы контрольную отодвинуть от обсуждения, чтобы она уж полностью закончилась и улеглась. И во второй контрольной еще будет что-то про пределы и непрорывность функций. Ну, и будет последняя, третья контрольная, ну, наверное, уже где-то в декабре, ну, условно, дифференцируемость. Значит, вот будут три контрольных. Ну, еще для тех, кто их совсем плохо написал, еще в декабре мы, может быть, устроим переписывание. Ну, это, в общем, посмотрим по результатам контрольной. Так, теперь, да, значит, для контрольной я вышлю пробный вариант. Но вышлю именно вам не для того, чтобы семинаристы вам рассказывали решение, а чтобы вот вы там, ну, где-то в метро, в электричке порешали, значит, и убедились, что вы умеете это решать. Так, вот, значит, вариант будет похож на настоящую контрольную. Значит, то есть тут никаких шуток нет. Значит, вот действительно, я даже в прошлом году, когда читал матанализ у физиков на физфаке, я даже им прямо-таки сказал, что вариант будет в точности такой, как пробный. Но многие не поверили и не стали решать этот пробный вариант. Значит, те, кто порешал, все решили, а те, кто не стал решать, ну, неважно решили. Тогда было устроено переписывание этой контрольной. И опять было сказано, что он будет очень похож на пробный вариант и уже написанную контрольную. Но опять недоверчивый народ не поверил. А контрольная вот это переписывание, она была просто в точности предыдущие, но только перетасованные варианты были. И все равно результаты оказались, ну, так сказать, у немалого числа довольно кислые. Так что, значит, мораль такая. Значит, эту контрольную, вот которую вы получите, ну, значит, кстати, как вы ее получите? Значит, вы ее получите вот через Родиона. Я так понимаю, что все те, кто в теме, они как-то от Родиона что-то получают. Но некоторые время от времени вот обращаются с тем, что кто такой Родион, значит, и вот что-то на сайте смотрят. Но на сайте все выходит с большим запозданием, потому что я не могу сам туда выкладывать, это мне нужно беспокоить сотрудницу, это занимает время. Поэтому, значит, еще раз, значит, у вас есть какая-то рассылка. Значит, проверяйте. Возможно, что Родион использует ваши официальные вышкинские адреса. Я понимаю, что многие, конечно, не используют официального адреса. Они там заводят свой какой-нибудь адрес, там, ну, с типичным, ну, какой-нибудь, где-нибудь на Gmail, там, с типичным каким-нибудь именем HappyBrunduk2003. И, конечно, эту вышкинскую рассылку не читают. Но вы почитайте, в общем, узнаете, каким образом от Родиона что-то поступает. Значит, вот эта пробная контрольная будет в скорости выложена через Родион. Так, теперь, значит, теперь еще небольшое замечание. Значит, замечание. Ну, это, так сказать, заканчивающая вот эту тему пределы последовательности и суммы рядов. Значит, до сих пор под пределом последовательности или суммы ряда подразумевалось конечное число. Ну, то есть просто число, давайте не будем писать. У нас, так, значит, число из Р. Так, значит, но... Но бывает полезно сказать... Что последовательность стремится к плюс бесконечности или минус бесконечности. Или... Что сумма ряда равна бесконечности. Ну, вот бывает полезно так для краткости сказать. Значит, такие последовательности и ряды, я напоминаю, у нас не считаются, не называются сходящимися. Так? Но для того, чтобы их вот совсем не исключать, ну, потому что они все-таки отличаются от хаотических последовательностей, которые вообще не пойми, что делают. Для них вводится, ну, простая и естественная терминология. Так и говорят, что... Вот именно так и говорят, что последовательность стремится к бесконечности или сумма ряда равна бесконечности. Значит, что значит, что предел последовательности... Давайте я напишу. Ну, вот, а у нас даже... Поднять? А я не буду низко писать. Чтобы это была вина? Вот так. Сейчас, а которую поднять? О, а давайте я эту опущу. Значит, смотрите. Значит, смотрите, у нас уже это на самом деле незаконно прокралось в обозначениях. Вот, значит, никто это не опротестовал. А незаконного в обозначениях у нас уже было, там, такой символ. Н стремится к бесконечности, так? Ну, что такое Н стремится к бесконечности, еру, понятно. А, значит, нужно формализовать, что такое просто последовательность стремиться к бесконечности. Значит, пишем, что предел равен плюс бесконечности. Значит, если для каждого числа М найдется номер Н от М, такой, что АН больше либо равно М при всех номерах, начиная вот с этого. То есть, видите, определение очень похожее на сходимость к конечному числу. По такой же методике все вывстраивается. Но предел, значит, плюс бесконечности. И аналогично с минус бесконечности. Ну, напишите сами для себя, что значит аналогично. Теперь говорят, что сумма ряда равняется плюс бесконечность. Ну, так обычно говорят, когда члены ряда не отрицательны. Это вот для таких имеет смысл. Ну, если частичные суммы стремятся к плюс бесконечности. Значит, вот по нашему основному определению, предел последовательности это число, сумма ряда, если он сходится, это число. Но это немножко расширяет терминологию для удобства. Значит, во многих вопросах это вот так бывает удобно. Вот бывает удобно сказать про гармонический ряд, что его сумма бесконечность. А не просто, что он не сходится. Вот это бывает удобно. Значит, подчеркиваю, что это вопрос чисто терминологический. Значит, ничего тут, так сказать, глубокого в этом нет. Это просто такое удобное техническое соглашение. Так, теперь вот этот короткий раздел, про который, значит, я говорил. Значит, азы топологии прямой. Ну, в билетах это очень скромно представлено. Ну, и здесь у нас очень краткое обсуждение. Значит, определение. Значит, множество e в r открыто. А если со всякой точкой, значит, a из этого e, оно содержит некоторый интервал вокруг a. И, значит, пустое, пустое, тоже открыто. Ну, значит, по определению пустое тоже открыто. Значит, это таким образом, кто такое не пустое открытое множество? Значит, это объединение интервалов. Значит, можно еще сказать так. Что? Ну, конечно, потому что каждая точка входит с интервалом. Ну, значит, открытое получается объединение интервалов. Ну, интервал входит, значит, это некое объединение интервалов. Ну, могут, конечно. А теперь, почему, почему всякое объединение интервалов открыто? Ну, потому что в интервал каждая точка входит с некоторым интервалом. Так что, значит, это переформулировка. Значит, открытое это объединение интервалов. Теперь, значит, замечание. Ну, вот так можно определить открытое ВРН, ну, что вот чуть позже будет сделано в метрическом пространстве. Но напрямую есть специфика, которой нет уже на плоскости, ну, и в общих метрических пространствах. Значит, открытое, значит, не пустое, открытое. Не пустое, открытое. Значит, ВР есть объединение конечного или счетного числа дизъюнктных интервалов или лучей. Ну, открытых лучей. Открытых лучей. Ну, кто такие открытые лучи? Ну, это вот такие вот множество. Ну, или вот такие вот. Значит, откуда это видно? Ну, у вас там где-то в лесках есть такая задача, чтобы ее совсем не портить. Я не буду аккуратно рассказывать решение, а давайте просто на месте. Предположим, вот вам такая задача попалась. Вот вы, значит, никогда про нее не думали. Значит, возникает, что, вот, так сказать, вам сказали, что это верно. Ну, чтобы догадаться, что это верно, ну, какую-то минимальную наблюдательность надо проявить. Ну, тут вам уже сказали, что это верно. Значит, как это доказывать? Ну, вот вам, значит, сразу ассоциация. Значит, вам что-то такое толкует про счетность. Так? Ну, у вас счетность связывается с множеством натуральных чисел и рациональных чисел. Так? Значит, счетные это те, кто нумеруется там натуральными или рациональными. Так? Значит, вам сразу мысль возникает, что эти интервалы нужно нумеровать рациональными. Ну, как их нумеровать рациональными? Значит, берем, значит, берем, значит, вот их, значит, этих интервалов вам выдали какую-то тучу. Ну, не знаете вы сколько, так? А в определении не сказано, что это счетное объединение. Может быть, оно континуальное. Так? Значит, если не требовать их дизъюнктность, ну, конечно, может быть и континуальное. Так? Значит, вот вы берете интервал из этой коллекции. Так? В этом интервале есть рациональная точка. Так? Ну, это мы доказывали. Так? Это у нас там от Архимеда еще тянулся дела. Так? Значит, вот доказано, значит, было доказано, что во всяком интервале есть рациональная точка. Так? Теперь мы этот интервал начинаем расширять. И делаем следующее. Смотрим, есть ли правее этого интервала, есть ли точки дополнения. Или он тянется сплошь. Ну, если он тянется сплошь, то это интервал вот такого рода. Так? Значит, мы его оставим, значит, тогда в покое, что у него вправо пошло в бесконечность. Если нет, если нет, то есть точки, есть точки, которые ему не принадлежат. Так? Значит, есть множество точек, которые ему не принадлежат этому интервалу. А, значит, среди них, среди них есть наименьшее. Так? Значит, среди них есть наименьшее. Ну, я нехорошо сказал. Не этому интервалу, конечно. Вот вы меня должны были поправить, что я за чувство сказал. Не этому интервалу, объединению интервалов вам данных. Значит, мы сейчас из этого набора данных интервалов устраиваем вот то, что тут заявлено. Их переформатируем, так? И устраиваем из них конечное или счетное, дизюнктное такое объединение. Значит, изначально они могли быть какие угодно. Ну, представьте себе, что у вас был интервал 0,1, так? Но вам его замаскировали под континуальное объединение. Вот он у вас был просто 0,1, 1 вообще был 1. А вам его замаскировали так, сказали, что это континуальное объединение вот таких от 0 до x. И вам теперь надо распознать, что это на самом деле обман, что он на самом деле 1. Значит, вот мы перестраиваем теперь эти интервалы, из них устраиваем значит, из них устраиваем 1. Так? Значит, обратите внимание, этого одного единого среди вам данных не было. Понимаете? То есть не то, что он среди этих был, и вы лишнее отбрасываете. Его вообще не было. Так? А были были всевозможные такие, и их, значит, объединения. Так? И вы теперь перестраиваете, чтобы сказать, о, а на самом деле тут никакого континуума нет, а вот есть очень простое такое объединение. Конечное или счетное, ну и попарно не пересекающееся. Значит, смотрите, что мы делаем. Значит, взяли интервал вот из вам данных. Так? Значит, взяли в нем рациональную точку. И теперь мы смотрим, есть ли правее этой точки точки не из вашего множества. Не из интервала, конечно. Интервал вот он кончился и кончился. А есть ли точки не из этого объединения? Так? Не из этого открытого множества. Значит, если нет, то значит сюда от этого R тянется вот это дело все тянется. Так? Значит, оставляете в покое этот фрагмент. Так? Но, пусть есть точки не из вашего множества. Пусть есть точки не из вашего множества. А значит среди них есть наименьшее. Так? Значит, почему среди них есть наименьшее? Так? Давайте посмотрим. Значит, откуда следует, что среди таких точек не лежащих в вашем множестве? Почему есть наименьшие? Ну, смотрите, почему. Потому что у таких точек, которые лежат правее этого и не лежат в вашем множестве, есть точная нижняя грань. Есть она? Есть. А это некая точка. Это R? Нет, не R. Почему не R? Потому что R входит с интервалом. Поэтому эта точная нижняя грань не войдет сюда. Значит, вот она есть. Эта точная нижняя грань. Теперь, эта точная нижняя грань она где? Она в вашем множестве или его в дополнении? Она не в вашем множестве. Почему? Потому что если бы она была в вашем множестве, то вокруг нее еще целый бы интервал был множество. Ну и не была бы она в точной нижней грань. Значит, она в дополнении. Теперь смотрите, что получилось. Теперь получилось, что вот этот, от выбранной рациональной точки до вот этого конца, ну если он есть, это сплошь ваше множество. Теперь аналогичную устраиваем здесь. Здесь тоже два варианта. Либо все слева ушло до минус бесконечности, тогда вот у вас такая ситуация возникла. Либо опять уперлись в какую-то точку, которая не принадлежит. Значит, таким образом вы соорудили, вы соорудили вокруг этой рациональной точки из вашего множества, вы соорудили интервал, который содержит эту точку. Это максимальный интервал. Его концы уже не лежат в вашем множестве. Обратите внимание, среди данных вам интервалов этого максимального могло не быть. Это получилось, что вы его сфабриковали. Вот как здесь. Вам не дали вот этот 0,1, так целиком, а вам дали тучу вот этих меньших. Но вы из них соорудили ваш новый. Значит, вот вы соорудили такие максимальные интервалы. Значит, со всеми рациональными точками, попавшими в ваше множество, вы, значит, к каждой рациональной точке из вашего множества, вы приладили свой, это уже ваш. Не то, что вам из озона поступило, а то, что вы сами устроили, значит, вот этот новый интервал, его не было. Значит, сколько этих новых интервалов максимальных? Ну, их конечное или счетное число, их не больше, чем рациональных чисел. Теперь давайте посмотрим, что про них можно сказать на предмет дизюнкности. Значит, вот вы уже соорудили конечный или счетный набор интервалов, и что можно сказать на предмет их дизюнкности? Ну, они дизюнкные. Почему? Потому что, когда вы берете два таких максимальных интервала, один из одной точки появился, другой из другой, то они не могут накладываться. Почему? Ну, потому что если и этот лежит в вашем множестве, и этот лежит, так, они вот так вот наложились, то, значит, объединение тоже лежит в вашем множестве. Но тогда получилось, что объединение-то будет больше, так? Значит, у вас каждый из них, значит, это было вранье, что они максимальные, значит, каждый из них реально в каком-то большем лежит из множества, значит, никакие они не были максимальные. Поэтому для разных точек рациональных из вашего множества эти интервалы либо не пересекаются, либо это один и тот же интервал, так? Поэтому разных из них, когда тоже остается конечное или счетное число, и эти разные, они уже дизюнктные, так? Эти разные, они уже дизюнктные. Ну, и теперь последний штрих, то, что получилось, все охватывает, так? Значит, вот это еще надо понять. Вот это сами разберитесь. Теперь нужно последний штрих, почему то, что мы настроили, почему это охватывает все, что было прежде, так? Значит, вот мы уже устроили дизюнктный набор интервалов, значит, конечный или счетный, все это уже устроили. Теперь последнее, значит, что нужно сделать, заметить, что они охватывают, они охватывают все ваше множество. Вот это вам надо понять самостоятельно. Почему они охватывают все ваше множество? По построению, значит, по построению, могло бы случиться, что они охватывают, ну, вот так, что сразу видно, вы такие штучки делали с рациональными точками из-за вашего множества, поэтому рациональные точки все охвачены из множества. Это понятно. Но почему все точки охвачены? Вот это надо понять. Значит, ну, вот это, ну, чтобы задачу совсем не портить, давайте я не буду рассказывать, почему так. Ну, значит, еще только скажу, что это не единственный способ это решить задачу, это такой вот, мне кажется, такой наиболее наглядный, но можно делать, ну, вот использовать, значит, вот вспомнить, что такое отношение эквивалентности, вот можно, вот у меня в конспекте там по-другому написано. Значит, вот посмотрите, какой способ вам больше понравится, но хотя бы один надо, значит, довести до конца. Так, теперь, значит, это были открытые, то есть, видите, напрямую они устроены, в общем, по-школьному, но уже на плоскости это не так. На плоскости тоже у нас, когда будет сейчас обсуждаться, через там несколько недель, открытые множество, то там будут открытые тоже такие, которые вместе с каждой точкой содержат уже шаровую окрестность, так, ну, на плоскости круговую окрестность, но там уже будет неверно, что открытая сооружается из дизъюнктных, ну, скажем, на плоскости из дизъюнктных кружочков, там уже нет такой простой структуры, поэтому это только напрямую вот так все здорово получается. Теперь, значит, определение. Значит, замкнутые, значит, замкнутые в R, значит, это дополнение к открытым. Значит, замкнутые, ну, это получается такое, как бы негативное описание, так, но есть и позитивное описание замкнутости. Оно вот какое. Значит, определение. Точка A предельная для A. Если, ну, имеется в виду для множества, конечно, если во всякой, ну, во всяком интервале значит, вокруг A есть точки из A большого. Ну, в частности, сами точки из A большого у нас по определению считаются предельными для множества. А вот если, если во всяком интервале есть не просто точки из A большого, а есть отличные от A маленького точки, то тогда, значит, то тогда это называется, такая точка называется точкой прикосновения. Но я специально не буду это писать, потому что у нас дальше не будет использоваться такой термин. А вот предельная точка – это полезная вещь. И в терминах вот этих предельных точек получается очень банальное описание замкнутости уже позитивное. Значит, предложение. Значит, A замкнуто. Значит, тогда и только тогда, когда содержат все свои предельные точки. Значит, обратите внимание, открытость и замкнутость – это не альтернатива. Вот, кстати сказать, я напоминаю, что альтернатива – это выбор одного из двух. Поэтому вот когда вы там где-нибудь прочитаете, что там у кого-то было много альтернатив, то сразу понимаете, что это чушь. Альтернатив много не бывает. Их бывает только две. Значит, вот и здесь открытость и замкнутость – это не альтернатива. Значит, множество может быть и не открытым, и не замкнутым. Ну, например, полуинтервал. Он и не открыт, и не замкнут. Значит, так что доказательство не такое, что предположим, что A не замкнут, значит, оно не открыто. Это не так. Значит, ну давайте… Эта вещь банальная, но давайте проверим все-таки, что это так, это полезно. Ну, просто для тренировки, значит, как вот это негативное определение преломляется, ну, вот такое, можно сказать, позитивное. Значит, пусть… Значит, пусть R без A открыто. Так. Ну, то есть A замкнуто по определению. Так. А, и A предельная точка. А. Значит, нам надо доказать, что она входит в A. Так. Вот пользуясь тем, что дополнение открыто. Значит, точка предельная, ну, значит, два варианта. А, если A входит в A, то окей. Так. Значит, ну, другой вариант, что она не входит в A. Ну, тогда во всяком интервале есть… Тогда во всяком интервале вокруг, значит, A есть точки, ну, другие. Значит, тогда есть вот такие точки. А n-ные из A такие, что A n-ная лежит вот в таком интервале. Значит, во всяком интервале есть точки из множества A. А само A, не из A большого. Ну, значит, есть вот такие. Но тогда получается… Значит, тогда смотрите, что получается. Значит, мы должны доказать… Значит, что мы должны доказать? Ну, опять мы должны доказать… Вот давайте поставим вопрос. Значит, почему… Почему тогда A входит в A большое? Ну, и получается противоречие. Значит, что дает противоречие. Значит, откуда это следует? Ну, это следует вот откуда. А вот с принадлежностью множества и его дополнению – это уже альтернатива. Альтернатива. Ну, иначе… Ну, иначе… Иначе A входит в дополнение. Ну, а дополнение открыто. Значит, есть epsilon больше нуля такое, что… Вот это входит в дополнение. Альтернатива. Так. Но тогда… Тогда… Эти а-энные не входят вот сюда. Так. Раз это в дополнение лежит. А эти были в A. Ну, значит, они не входят. А… Но… Но… Но получается, что… Ну, что тут не так. Значит, это неверно. Неверно при одной n-ной… Ну, как только одно n-ная стала меньше epsilon, это неверно. Значит, получилось противоречие. Значит, итог… Итог такой, что вот этого не будет. То есть, видите, то, что мы предположили, такого не будет. Значит, итог… Значит, итог… Итог… А содержит предельные точки. Значит, теперь обратно. Значит, пусть… Значит, пусть… Значит, пусть A содержит свои предельные точки. Надо доказать, что дополнение открыто. Значит, пусть B не лежит в A. Значит, надо доказать, что оно входит в дополнение с окрестностью. Значит, хотим доказать, что есть epsilon такое, что вот это лежит в дополнении. Значит, пусть не так. Значит, что тогда? Значит, тогда не годится в качестве epsilon нельзя взять никакую одну n-ную. Значит, тогда есть… Значит, есть точки а-н-ные из A. Такие, что а-н-ные лежит в B минус 1-н-ные, B плюс 1-н-ные. Так. При всех n. Ну, тогда, значит, по нашему определению, B… О, видите, еще определение осталось. Значит, B предельное для A. Ну, тогда, значит, B лежит в A. Так. Ну, опять, значит, противоречие. Значит, таким образом, значит, и так… Значит, и так… R без A открыто. Потому что оказалось, что всякая точка из R без A входит в R без A с интервалом. Значит, вот получилось второе определение, равносильное определение замкнутого множества. А B произвольное? Ну, да. Ну, нам же нужно… Ну, не произвольное, а нам нужно для каждой точки из дополнения проверить, что оно входит в дополнение с окрестностью. Ну, вот это мы проверили. То есть нам нужно было не для одного какого-то B так сделать, а для каждого. Ну, мы для каждого и сделали. Для каждого элемента дополнения мы-то, значит, нашли вокруг него интервал. Ну, нашли, конечно… Это громко сказано. Нашли. Мы доказали, что он есть, конечно. Кого? Так, ну ладно, слушайте, давайте тут я уже стер. Так, и тут стер, слушайте. А здесь, ну давайте здесь… А здесь не… Так, так. А, значит, сейчас, ну, значит, этого тоже можно стирать. Или нет? Этого можно стирать? Так, ну, стираю. Пока не поздно, стираю. Так, теперь, значит, как… Значит, что хорошего можно сказать про замкнутые множества в отрезке? Значит, теорема. Значит, не пустое замкнутое множество в отрезке имеет максимальный, ну, имеет минимальный и максимальные элементы. Значит, давайте это докажем. Значит, ну, эта вещь, конечно, очень простая, но тем не менее. Значит, доказательства. Это теорема не потому, что это как-то не банально доказывается, а просто действительно реально полезный факт, который часто используется. А доказывается, а доказывается он в одну строчку, так. Значит, доказательства. Значит, есть инфинум и супремум. Ну, инфинум, давайте, пусть он будет альфа. И супремум бета этого множества. Ну, из определения следует, что обе они, эти точки, предельные для множества. Ну, они либо сразу входят, ну, и тогда это то, что нам надо. Либо, если вдруг заподозрили, что они не входят, то они оказываются предельными, к ним последовательности сходятся. Ну, соответственно, одна сверху, а другая снизу. И тогда они все равно входят, потому что множество замкнуто. И тут, ну, тут мы пользуемся вот этой предыдущей характеризацией. Значит, получилось, что вот они входят, ну, можно сказать, на основании предыдущего. Теперь еще одно банальное, можно сказать, описание замкнутых множеств отрезок. Всякое покрытие замкнутого множества E в отрезке интервалами содержит конечное подпокрытие. Ну, так же, как вот у нас было для самого отрезка, это мы доказывали, что если отрезок покрыть набором интервалов, то можно выбрать конечное. А вот следствием этого является вот такое свойство. Но оно реально следствие, тут ничего нового доказывать не нужно. Это вот тоже вещь банальная, но почему объявлено теоремой? Ну, потому что важное свойство. Значит, доказательство вот какое. Дополнение к A есть набор интервалов. То есть, E, да. Значит, дополнение, значит, есть набор интервалов. Так, а вместе с исходными они покрывают, значит, они покрыли E. То есть, простите, уже не E, а отрезок. Ну, они всю прямую покрыли, потому что само множество было исходными покрыто. А мы еще присобачили дополнение. Ну, значит, все, вся прямая покрыта. Значит, есть конечное подпокрытие отрезка. Значит, это конечное подпокрытие отрезка. Из чего оно состоит? Ну, оно состоит из какого-то конечного числа исходных интервалов, так? И какого-то конечного числа интервалов дополнения. Так? Но интервалы дополнения, они не помогут покрыть, ну, они с самим множеством не пересекаются, так? Поэтому, поэтому делаем вывод, значит, поэтому делаем вывод, что само E покрыто теми из них, ну, теми из покрытия, из конечного покрытия, которые были в исходном покрытии без дополнения. Потому что то, что из дополнения, оно с А не соприкасается. Вот. Таким образом, что получается? Получается, что эта теорема фактически есть в точности вот это наше утверждение, известное старое утверждение про покрытие отрезка и определение замкнутого множества в отрезке. Значит, а? Слушайте, так слушайте, у меня вообще-то все это в конспекте написано. Я сейчас для чего пишу? Это вот для нашего, так сказать, сейчас обсуждения. А в конспекте это все даже лучше. Тут я пишу каким-то корявым почерком. А в конспект у меня классно в техе набран. Там все. Ну, там, правда, опечатки бывают. Но кажется, их не так много. Значит, теперь. Значит, определение. Значит, множество компактно. Множество компактно. Если всякое его покрытие открытыми множествами содержит конечное подпокрытие. Значит, вот мы сейчас... Ну, это определение. И это определение очень общее. Это определение компакта в общем топологическом пространстве. Вот мы, когда будем обсуждать метрические пространства, там, скорости, там вот тоже такое же определение. Значит, это универсальное определение. Видите, тут никаких апелляций, ни к каким отрезкам нет. Но из того, что мы надоказывали, следует, что в R компакты, ну, вот эти компактные множества, это ограниченные замкнутые. Ограниченные и замкнутые. Поэтому для R можно было бы не вводить такое определение, а просто использовать ограниченные и замкнутые. Но в общих метрических пространствах это не так. там компакты это более узкий класс, чем ограниченные и замкнутые. Поэтому такое общее определение оказывается очень полезным. А для прямой оно, ну, такое просто украшение небольшое. Но давайте все же, чтобы это действительно было осмысленным, давайте докажем, что значит, вот такой вопрос себе поставим. Почему компакт замкнут? Давайте вот это разберем. Ну, то, что он ограничен, это понятно, потому что его можно покрыть интервалами, выбрать конечное число, если множество лежит в объединении конечного числа интервалов, ну, понятно, что оно ограничено. А вот почему оно замкнуто? Значит, почему компактное множество замкнуто? Видите, в определении, вот я специально его не стираю, так, значит, в определении ничего не говорится про замкнутое. Там говорится, что, ну, вот что-то такое, значит, про покрытие, так. А, значит, откуда следует, значит, вот давайте это докажем сейчас. Значит, давайте мы это докажем сейчас. Ну, это, конечно, можно было бы оставить упражнением, но давайте тоже для, так сказать, полноты обсуждения этих вопросов. Ну, я замечу, это обсуждение, оно у нас здесь больше, чем требуется для билетов, но, но, это, мне кажется, общая, должна быть такая, так сказать, стратегия в билетах должна быть меньше, чем обсуждается, потому что, если обсуждается ровно то, что в билетах, то всегда из того, что обсуждалось, остается меньше, так. Поэтому, чтобы осталось примерно то, что нужно, нужно обсудить больше, так. Это, в общем, всего касается, всех вопросов. Значит, ну, давайте мы это докажем, так. Значит, вот доказательства. Так. Значит, вот, как это доказать? Значит, почему компакт замкнут? Значит, есть какие-нибудь идеи? Значит, почему компакт замкнут? Значит, нам надо, ну, или, иначе говоря, почему дополнение открыто? Значит, как это доказать? вот, представьте себе, что там объявили какой-то невероятный приз. ректорат объявил какой-то невероятный приз, вот тем, которые это могут доказать, но сразу, не в интернете посмотреть, а вот сразу на месте. Ну, какой-нибудь вот, там, приз, ну, подумайте, какой-нибудь, ну, не знаю, миллион долларов, или там, ящик коньяка, какой-нибудь такой впечатляющий приз. Вот, значит, кто-нибудь бы, значит, ну, ну, и вот, и вот сказали бы из ректората, но только мгновенно надо звонить в ректорат и сообщать правильное доказательство. Значит, вот, кто-нибудь из вас получил бы такой приз от ректората? А? Значит, есть, значит, есть кандидаты на приз от ректората? Значит, как это доказывать? Значит, почему, значит, почему это множество замкнуто? Ну, или его дополнение открыто? Так. Ну, давайте, ну, уже мы с призом просрочили, там уже, значит, кто-то из Принстона им позвонил и получил этот приз. А? Ну, давайте мы хотя бы, так сказать, узнаем, как это можно было сделать. Так. Значит, значит, пусть, значит, значит, А предельная точка для А, но А не лежит в А. Так, вот, значит, такой, значит, предположили, значит, такой вот драматический вариант. Значит, предельная точка, значит, в этом множестве, значит, компактном, значит, вдруг, который ему не принадлежит. Так. Ну, мы пользуемся вот той характеризацией замкнутости, что она, что оно, это множество должно содержать все свои предельные точки. И поэтому, в силу той характеризации, значит, из-за чего множество не замкнуто. Ну, вот появилась какая-то злосчастная точка, которая предельная, так, но, но в множество не входит. А, но теперь мы, значит, у нас апелляции к чему? У нас апелляции к каким-то покрытиям, так, ну, естественно, мы сейчас хотим получить противоречие, так, и для этого у нас, на что мы можем ссылаться? Ну, только на какие-то покрытия, больше ничего. Значит, можно, значит, ну, вот эту точку, которая, значит, оказалась предельной, но не в А. И вот нужно устроить какие-то покрытия, так, но, значит, значит, как это сделать? Значит, как, как, как используя, значит, как используя эту точку, устроить, значит, ну, 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 да, вот, значит, она не входит, значит, ну, ну, к ней, значит, к ней стремятся, ну, вот, к ней стремятся какие-то точки, А, Н, из множества А, так, и вот нам нужно, теперь, значит, смотрите, что нам нужно сделать? Нам нужно устроить какое-то покрытие нашего множества А, значит, какое-то покрытие нашего множества А нужно устроить, из которого мы не сможем выбрать конечное, так, то есть, видите, такая довольно странная ситуация, мы уже заранее знаем, что это обречено на неудачу, но тем не менее, вот по правилам игры так полагается сделать, так, задним числом-то окажется, что так нельзя сделать, но вот мы сейчас, значит, вот всякие, всякие эти рассуждения от противного, они вот такой условный характер имеют, то есть мы предполагаем нечто, что в итоге-то оказывается нереализуемо, так, значит, вот на этом основаны все рассуждения от противного, мы что-то предполагаем, ну, нечто противное, так, но оказывается, что его, к счастью, не бывает, все окей, так, значит, вот эта точка, значит, она не в множестве, и вот к ней сходятся точки из множества, значит, как устраивать покрытие множества, ну, понятно, что нужно использовать вот эту данную информацию, нам дано крайне мало, нам дана вот эта точка, так, и вот эти, которые из А, значит, ну, как использую это устраивать покрытие, ну, берем, ну, эти точки, они могут, ну, какие-то с этой стороны, ну, они не обязательно, они не обязательно с двух, ну, с одной стороны, они могут с двух сторон как-то подходить, так, но мы, смотрите, что делаем, берем вот что, вот такой луч отсюда, отсек и в бесконечность, так, такой вот луч, А, и здесь тоже, так, отсек и, значит, в минус бесконечность, так, для каждой такой точки, которая сходится, значит, АН-ные сходятся к А, так, значит, АН-ные сходятся к А, и мы, значит, наустраивали вот такие лучи, ну, чуть-чуть, ну, чуть-чуть сдвинулись, так, чтобы эту не затронуть, А, так, но эту, чтобы включить, так, значит, что у нас получилось, у нас получилось, что вся прямая, кроме точки, вся прямая, кроме точки А, да, покрыта этими лучами, открытыми, так, потому что, значит, ну, да, да, а если, если тут, если тут таких не было, точек с этой стороны, то мы возьмем просто, весь интервал, вот, ну, весь интервал до сих пор возьмем, если их не было, а, а если они есть, вот, будем устраивать такие, значит, смотрите, что получилось, получилось, что вся прямая, кроме этой точки А, покрыта этими нашими открытыми лучами, так, но наше компактное множество, оно лежит, значит, А лежит, в R без А, так, значит, А покрыта этими лучами, значит, А покрыта этими лучами, ну, тогда смотрите, что происходит, когда мы останавливаемся на конечном подпокрытии, значит, мы тогда не доходим до точки А, мы не доходим, потому что мы останавливаемся на каком-то, ну, на каком, ну, вот, сколько-то вот таких точек взяли с этой стороны, сколько-то с этой, и вот у нас наше покрытие, видите, целый такой, ну, отрезок вокруг А не будет затрагивать, так, потому что их конечное число, они, они только в совокупности все покрывали, а когда конечное число, они до А строго не доходят, потому что, что тут было важно, что все АН, они не А, это было важно, ну, почему они не А, ну, потому что А не входит в А большое, вот это было важно, ну, получилось противоречие, так, значит, получилось противоречие, значит, такого нет, значит, значит, все, значит, А замкнуто, так, таким образом, на отрезке, у нас, ну, напрямую, у нас получилась такая характеризация, компакты, это ограниченные, замкнутые множества, значит, такая же характеризация будет на плоскости, и в РН чуть позже, когда мы это кратко обсудим, и это отличается от общих метрических пространств, вот если бы так было в любых метрических пространствах, то это было бы малоосмысленно, получалось бы только, что мы вместо двух слов, ограниченные, замкнутые, говорим компактные, ну, чуть-чуть короче, не стоило бы, значит, огород городить ради такого сокращения, но в том-то и дело, что в общих метрических пространствах, это получается более ограничительное свойство, и вот оно оказалось очень важным, ну, и даже в наших вводных, дальше в наших вводных рассмотрениях, и то оно окажется важным, а вот в вопросах более продвинутых, там топология, анализа, это оказывается компактность, это одно из таких вот ключевых понятий, ну, и сравнительно не очень старых, вот в этом анализе, который вы проходите, многое древние греки знали, там многое знали классики, вот там Ньютон, Лейбниц, Эйлер, но вот эти вот вещи, связанные с компактностью, это уже, ну, значительно более поздние времена, это вот уже, ну, так сказать, конец 19 века, это вот уже, так сказать, такая более современная математика, то есть не то, чтобы это что-то очень хитрое, ну, просто вот у классиков средних веков, ну, как-то не дошли до этого руки, вот они об этом почему-то не думали, ну, и греки, вот греки о чем только не думали, вот у них невероятный досуг был, там отличное вино, вот они сидели, там вели долгие беседы, значит, все это записано, значит, и много чего придумали, но вот оказалось, что все-таки не все, так, значит, оказалось, что все-таки не все они придумали, И вот на XIX век и на XX еще чего-то осталось. Так, теперь вот еще очень полезная теорема, но только сначала определение. Значит, два определения. Значит, множество А всюду плотно в интервале. Ну, давайте вот так напишем. Ну, или этот интервал может быть вся прямая. Значит, если всякий подинтервал, ну, давайте я напишу вот так. Динтервал содержит точки из А. Ну, вот в ваших листках есть задача, которая говорит, что это равносильно тому, что замыкание А. Что такое замыкание А? Замыкание это, ну, когда к множеству присоединяют все его предельные точки. Что это замыкание содержит целиком интервал АВ. И, ну, какое к этому отрицание? Значит, какое к этому отрицание? Ну, отрицание, конечно, очень банальное. Что есть интервал, но где нет точек А. Так, это отрицание банальное. Но это отрицание можно усилить, так, уже неравносильным образом. Это уже будет такое усиленное отрицание. Значит, множество А нигде не плотно, если во всяком интервале есть интервал, не пересекающийся с А. То есть множество такое очень дырявое, значит. Вот куда ни ткни, значит, куда ни ткни, обязательно там найдется дырка. Так, то есть такое вот, ну, как очень такой дырявый, вот, санкционный сыр какой-то, так. Значит, вот, если вы возьмете наш сыр, то он, ну, разумный, там есть дырки, но он не сплошь из дырок состоит, так. А вот там, значит, в некоторых странах вот такой сыр делают, что куда ни ткни, там одни дыры, так. Вот нигде не плотно, это вот как раз такой вот санкционный товар такой. Так, ну, ну, бывают ли такие множества двух сортов? Значит, ввели множество двух сортов, а бывают ли множество этих двух сортов? Ну, бывают. Всюду плотное множество рациональных чисел, но это мы доказывали, что присутствует в каждом интервале, так. А нигде не плотное, ну, например, конечное множество, очевидно, нигде не плотное, так. Так, последовательность, сходящаяся к точке, она нигде не плотная. Вот, например, последность одноенная, так. Значит, последность одноенная, она нигде не плотная, потому что какой интервал не возьми, найдутся точки, ну, в нем найдется интервал, не содержащий точек этой последности. Почему? Потому что если этот интервал не содержит нуля, то там вообще в нем только конечное число 1n. А если он содержит 0, то вы можете взять вокруг нуля еще маленький интервальчик и посмотреть вот этот кусок. В этом куске только конечное число 1n. И значит вы можете еще поменьше выбрать там, где их вообще нет. Так что бывают и первого рода и второго рода множества. Но обратите внимание, это опять не альтернатива. Это ни в коем случае не альтернатива. Множество может быть не таким и не сяким. Так что это опять не альтернатива. Значит, вот про эти множество есть замечательная теорема Бера. Теорема Бера. Бер это такой был Рене Бер, французский математик конца 19 века и 1, 3, 20 века. Значит, ну вот француз, поэтому вот так странно пишется. Теорема Бера говорит следующее. Значит, R нельзя представить в виде… Сейчас, давайте я лучше сначала положительную часть теорема Бера, а отрицательную потом. Значит, пусть R записано в виде объединения, где Fn замкнуты. Тогда какое-то из Fn содержит интервал. Значит, из этого следует… Значит, видите, это положительное утверждение. Значит, очень полезное положительное утверждение. А из него следует… Ну вот то, что я начал писать. Значит, поэтому R нельзя представить в виде счетного объединения нигде не плотных множеств. Ну, как видите, в положительной части вот эти слова там всюду плотные, нигде не плотные не используются, так? Видите, в положительной части говорится только про замкнутые множества. Ну, мы докажем эту сейчас положительную часть, она к частью доказывается в одну строчку. А в качестве задачи вы должны сообразить, почему вот это… Вот это в качестве задачи нужно сообразить. Так, вот это нужно осмыслить. А почему вот эта вторая часть есть следствие первой части? Так. Вот это вот очень полезная тренировка, вот эту вторую часть вывести из первой части. Так. Вот как раз такое упражнение, вот где-нибудь в метро там стоите, где писать неудобно. Да и что тут напишешь? Вот надо думать, а не писать. Так. Значит, вот полезно потренироваться такие вещи выводить. Значит, давайте мы первую часть докажем. Значит, доказательства. Значит, пусть все fn не содержат интервалов. Так. Пусть ни в каком fn нет интервалов, то есть нет внутренних точек. Так. Найдем отрезок, значит, и один, ну положительной длины, ну такой, что он не пересекается с первым. Ну почему так можно сделать? Ну потому что f1 это не вся прямая. Так. Иначе все было на f1 уже закончилось. Значит, у f1 есть какое-то дополнение. Значит, в этом дополнении есть интервал целый. Так. Дополнение открыто, замкнутого. Значит, в этом дополнении есть отрезочек. Так. А теперь в i2, то есть в i1 найдем отрезок i2 положительной длины. Такой, что он не пересекается со вторым. Ну почему такой найдется? Значит, ну по той же причине. Если, вот нашли i1, так. Если i1 целиком лежит в f2, ну все, значит, приехали, значит, есть интервал. Так. Ну, значит, в i1 есть точка, которая не лежит в f2, ну из дополнения. Эта точка не лежит в f2, ну с интервалом каким-то. Ну в этом интервале, ну вот берем меньший отрезочек. Так. Ну и так далее. Значит, и так далее. Строим вложенные отрезки положительной длины. Такие, что, значит, n не пересекается с этим fn. Вот, теперь, значит, есть точка, есть точка x в пересечении вот этих вот вложенных отрезков. Это у нас было, что последовательность вложенных отрезков имеет пересечение. А эта точка, эта точка, она не охватывается, эта точка не охватывается fn, потому что она лежит во всех и n, а и n не пересекается со своим fn. Так, поэтому из построения получается, что эта точка, вопреки, так сказать, начальным установкам, она не покрыта. Ну, значит, на каком-то шаге fn содержит интервал. А теперь последний пример, ну вот я сейчас его начну, наверное, сейчас уже не успею сказать, но все-таки хочу хоть что-то про него сказать. Значит, про него в пятницу закончим, ну и на этом эта тема закончится. Значит, множество Кантера, значит, Кантер это такой, значит, был немецкий математик и, ну, можно сказать, философ, который занимался математикой с целью создать научную картину мира. И он как-то вот грамотно просек, что математика важна, и дальше он собирался всякие другие науки на основе математики построить. Но для этого решил, что ему надо, так сказать, стать профессионалом в математике. И он стал реальным профессионалом, хотя основная его работа была, он был теологом, там читал лекции по теологии, так что вовсе не по математике. Ну, вот он, ну, как бы в качестве хобби занимался математикой, ну и действительно стал классиком. Значит, вот он придумал такое множество. Значит, множество устроено так. Значит, это множество строится путем удаления интервалов из отрезка. И индуктивная процедура очень простая. Удаляется из отрезка, из отрезка 0,1, замкнутого, да, отрезка, удаляется средняя треть, так? А и, да, открытая, да, средняя открытая треть. Остается два отрезка, так? Потом из них удаляются их средние трети, так? И вот остаток, значит, оставшееся, оставшееся, это множество кантора. Значит, множество С, значит, кантора. Ну, почему С, а не К? Ну, вот потому что так он писал, писался по-немецки, так? Ну, вот если бы он к нам переехал, как Эйлер, то, ну, вот выдали бы ему там паспорт и был бы он кантором, так? Но, вот он к нам к чему-то не переехал, ну, кстати, может и зря. Может быть, у него, так сказать, лучше бы сложилось, если бы он к нам переехал. Значит, теперь, как это множество, ну, что это за множество? Ну, понятно, что С замкнуто. С замкнуто, это понятно по построению. Потому что оно получено удалением из отрезка открытого множества, счетного набора интервалов. Оно замкнуто. Значит, как это множество можно лучше представить? Ну, вот я сейчас это напишу и на этом закончим. Значит, это множество можно в троичной системе очень конструктивно представить, чтобы увидеть, что это за множество. Вот мы в пятницу закончим это обсуждение. Значит, троичное разложение. Троичное разложение чисел из отрезка. Вот какое. Значит, числа записываются не по степеням десятки, так, как мы привыкли при десятичном разложении, и не по степеням двойки, как вот удобно компьютерам, так, а по степеням тройки. И вот эти х-н, они стало быть уже 0, 1 или 2. Ну, понятно, что какие бы вы х-н-ные такого сорта не взяли, у вас этот ряд сходится, так, этот ряд у вас сходится. Почему? Ну, потому что он оценивается, самая большая двойка поставить, если вы поставите двойку, это получится удвоенная прогрессия. Так что все такие ряды сходятся, так. А почему все числа имеют такое представление? Ну, очень просто. Как вы определяете, значит, как вы определяете вот эти числа? Значит, вы смотрите, куда попало ваше число. Оно могло попасть в один из средних трех интервалов, так. И вы тогда делаете следующее. Если оно попало в этот, значит, если оно попало в этот на первом ходу, то вы первое берете нулем. Если оно попало сюда, в среднее, то вы первую, вот эту х-первую, берете единицы. А если оно попало сюда, в третью, то вы берете двойкой. Так, единственная неприятность вот с этими, вот с этими точками. Про них надо решить. Ну, вот с одной третьей и с двумя третьими. Про них нужно решить. Вы к кому их относитесь? К кому, ну, к какому из интервалов вы относитесь? Потому что можно сказать, что эта треть относится к левому, а можно сказать, что она к правому относится. Так. И спрашивается, значит, кого ей, ну, ну, кого ей сопоставить. Ну, ну, вот, значит, значит, вот, ну, знаете что, сейчас уже пора не остановиться. Вот давайте в пятницу вот этот момент дообсудим, значит, насчет этого разложения. Ну, вот, вот, I think it was. Продолжение следует...